Здравствуйте, дорогие зрители! Каждая рукоделие уникальна по-своему. Либо имеет какую-то необычную историю рождения, либо самобытное развитие. Есть что-то, рожденное человеческой фантазией, что одновременно с рождением умирает. В чем-то жизнь еле теплится, а что-то передается из поколения в поколение. Например, ручное вязание. Дело в том, что мастера, которые берут в руки обычный клубочек шерсти, крючок или спицы, вдруг становятся, нет, не средневековыми мастерами-алхимиками, а настоящими волшебниками 21 века. Именно такой гость, а вернее гостья сегодня в нашей передаче, это Торопова Елена Викторовна. Она не просто уникальный, даже трудно передать, сколько у вас специальностей. Вы закончили художественное училище как мастер под качество, архитектор, поскольку вы закончили Московский архитектурный институт. Кроме этого, вы работаете с кожей, у вас ряд публикаций в самых заметных изданиях, например, журнала «Крестьянка» по работе с кожей. И вдруг такое необычное увлечение, это даже не хобби, а творческий поиск, да? Ручное вязание, но с необычным каким-то штрихом. Леночка, расскажите, пожалуйста, как началась именно связь с ниточками и с вашими питомцами, так скажем. Ну, вязать я начала, наверное, вначале я начала вязать, было лет в пять, если не раньше. То есть мне дали спицы и нитки, когда мне было совсем мало лет. И вяжу я вот с тех времен. Но именно с этим материалом я работаю лет 16-17. То есть я открыла для себя вот этот уникальный материал, собачью шерсть. Вот. И вот с тех пор я уже ни с какими другими нитками работать не могу. Ну, не считая гобеленов. Это уже другая песня. Дело в том, что вот зрительницы, которые нас слушают, удивятся и скажут, пять лет, ребенок со спицами, не опасно ли? Вот видите, этот опыт оказался не только очень полезным, но и стал делом всей жизни нашей уникальной художницы. Правда, Лена? Ну, конечно. А как вы думаете, вообще с какого возраста надо приучать детей к рукоделию? Как только появляется хоть малейший интерес, потому что именно тогда нужно уже приучать и к спицам, и к рючку, и к ниткам, обращаться с нитками, потому что после какого-то возраста интерес теряется. Но если это заложено в самом-самом раннем возрасте... Поймать имгновение интереса, да? Да, потому что потом уже и развивать, то есть, ну, не заставлять, а развивать так, просто помогать. Если у человека есть интерес, у ребенка, конечно, это нужно обязательно. Для девочек это просто, мне кажется, необходимо. И даже в наше время, в наш такой безумный век. Я перед собой держу такой длинный-длинный список, перечень выставок и конкурсов, в которых участвовала Елена Викторовна. Здесь и «Золотые руки мастеров», и «Золотая медаль лауреата ВВЦ». Но самое главное, что меня заинтересовало, поскольку мы заговорили о детях, это юный участник ВДНХ, да? Да. И расскажите вот о этой награде. Ну, это было тоже очень давно, это 60-е годы, я тогда училась в школе, в третьем классе. И у нас был в школе потрясающий кружок, и мы шили костюмы на куколы, национальные костюмы. То есть тогда, в общем-то, не занимался практически никто этим. У нас была потрясающая преподавательница, которая это все организовала. Ну, я была там младшая, девочки постарше были. Мы вот работали с историческими материалами, в деревнях находили какие-то кусочки старинные. То есть еще экспедиции какие-то были? Ну, кто ехал, вот я ехала к бабушке в деревню, вот. И она доставала из сундуков то, что вот она шила в молодости, народный костюм, вот из этих тканей мы делали костюмы. Вот. У нас была постоянная экспозиция на ВВЦ нашего кружка. Вот. И я как постоянный участник ВВЦ, в общем, я получила в 10 лет медаль юный участник ВДНХ. Так что вот сейчас уже... А теперь вы ветеран уже, да? А теперь я ветеран ВВЦ. А вы еще являетесь участником творческой мастерской оп-арт. Это гобелена высокого класса, да? Да, да. Это... Ну, я закончила училище еще в 70-х годах. И потом долго работала в монументально-декоративном комбинате. То есть мы делали большие работы монументальные гобелены, серьезные, начиная от правительственных каких-то... Ну, я тут смотрю, да, представительство ООН в Женеве, да? Зал заседания Верховного Совета из СССР в Кремле. Как раз за него я получила медаль за трудовое отличие за выполнение этого большого гобелена. Он 200 квадратных метров был. Это очень большая работа. Там работала целая бригада. Ну, когда все развалилось, естественно, развалились комбинаты. И вот в 2000 году моя подруга, с которой мы вместе учились, вместе работали, она вот взяла на себя такой груз, ношу, и она организовала вот эту мастерскую. То есть... Сохранить кадры, да? Кадры, да. И расплескать навыки. И мы обучаем новых молодых девчонок. Вот сейчас мы работаем в училище у нас, как производственная мастерская. Вот. То есть мы как педагог еще выступаем? Просто по крупицам собираем, потому что, конечно, все было практически разрушено, утеряно. Мы делаем по-новой станке. Вот. Но вот наш костяк старый еще с тех времен остался. А станки, они были утеряны? Ну... Или просто пришли уже по состоянию данности? Нет, нет, нет. Это мы все делали по-новой, заказывали. Но это все вот Ирина делает. Вы как птица Феникс, да? Несмотря на то, что все как бы пришло к нулевому варианту, все равно все возрождается. И тем более сейчас интерес такой большой к ткачеству. К ткачеству, к гобелинам вот сейчас появился интерес. Потому что были времена в 90-х годах, и это никому не нужно было. Знаете, я когда вас увидела на выставке «Золотые руки мастеров» вот с этой уникальной совершенно прялкой, мне просто сразу вспомнилось древнегреческая героиня, одна из сестер Мойр. Она носила имя «Божественная пряха». И всегда считалось, что не царское это дело сидеть там с прялкой с веретином, на самом деле, создавая идеальный образ женщины. Лучшие художники всегда ее изображали за работой. Ну, например, у Маковского, боярышнего окна, в жемчугах, в роскошной парчевой одежде и с прялочкой с веретином. Дело в том, что если этот знак был в художественном произведении, то в жизни женщины или девушки намечалось какое-то очень важное событие. Это говорило о значимости какого-то жизненного шага, да? И вот нить, она всегда связана в таком контексте, нить судьбы, да? Вот придется, нить судьбы оборвалась, и какой-то герой мог там погибнуть. Ну да, да. Она как путеводная нить. Леночка, а вот есть какие-то... У любой рукодельницы был свой покровитель. У славян это была... Мокош. Мокош, да? И Просхива Пятница. Изучая мифы Древней Греции, мы вдруг видим, что, оказывается, воительница в золотом шлеме и с копьем Афина Паллада, она была покровительницей рукоделия. И там Ужиковского, он переводил Гомера, сколь фиакийские мужи искусны в правлении были быстрых своих кораблей на морях, столь искусны их жены были в тканье. Их богиня Афина сама научила всем рукодельным искусством, открыв им и хитростей много. И вот эта воительница и вдруг при таком совершенно женском ремесле. Для вас это ремесло или искусство? Вот работа с ниточкой, с пряжей? Это невозможно вот как-то разделить. Искусство, это начинается вроде бы как ремесло, а заканчивается, когда уже видишь готовую вещь, что ты сделал, вот вроде бы из ничего. Вот это уже, наверное, искусство. Знаете, вроде бы из ничего, это совершенно не пустяковый вопрос, потому что в одной из передач, когда мы рассказывали о валянии, мы говорили, как трудно подготовить вот этот исходный материал. Это нужно еще на стадии кормления козы добавлять ей в питье ржаную там корочку, да, чтобы шерсть была там такого качества, которое хотелось бы потом мастеру. То есть это не просто вот мы берем вот эти пушиночки, и нам кажется, что это ничто. На самом деле это настолько важный подготовительный момент, да. Я хочу обратить внимание наших зрителей на уникальность сырья. Кто-то вяжет из козьего пуха, кто-то из кроличьего, кто-то, ну, верблюжья шерсть, да, шерсть самых разных животных. А вот Елена Викторовна работает с питомниками. Вот расскажите вот о своем, так скажем, сырье. Ну, это собачья шерсть. Я работаю с собачьей шерстью. Ну, наверное, в городских условиях трудно найти верблюжью шерсть, овечью. Вот, в городских условиях собачью шерсть найти можно. Ну, естественно, я работаю с хорошими питомниками, я слежу, чтобы собак хорошо кормили, чтобы они были ухоженные. Только в том случае... Это стадия козы, да, кормления корочкой. Да, 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 это тоже важно, потому что если собака плохо кормлена, больная, то, естественно, вот такого качества сырья просто не будет под шерстка. Вот, но... Дмитрий, а городские собаки подходят или нужны... Подходят, но если они хорошо содержатся. То есть если их кормят, когули, кормят, кормят витаминами, поэтому питомники, это оптимальный вариант. Во-первых, там их много, поэтому можно сразу какое-то количество шерсти набрать, потому что с одной большой собаки примерно начесывается килограмм-полтора за год. Вот, поэтому ее изначально мало этого сырья. Вот, потом собак не так много. Если можно содержать 100 коз, сразу развести, то в питомниках их максимум 10 собак держат. Вот, и потом... А собаки каких пород? Ведь вам важна очень длина волокна, да? Длинная шерсть и хороший пух, чтобы было... Потому что используется только вычисленный подшерсток. Ну вот я вижу перед собой клубочки уникальной шерсти, и, вероятно, цвет зависит от породы собак, я так поняла, да? Вот это у нас клубочек... Это колия, но только не рыжая колия, а черная. Колия у нее подшерсток серого цвета. Потрясающе, потрясающе. А вот они... Здесь такой меланж получается, да? Здесь меланж, потому что используется одна ниточка от Чао-Чао, другая ниточка от Ньюфауленда, такого серого Ньюфауленда, есть даже такие. Вот, и при меланжировании получается такой цвет. Потому что я работаю только с натуральными цветами, я ничего не подкрашиваю. И поэтому ищу оттенки. А вот черный. А черный это Ньюфауленд. Вот я так и подумала, что это все-таки Ньюфауленд, потому что она гораздо жестче, чем у Коли, и она, в общем-то, немножечко по-другому скручена, да? Ну, она здесь просто потолще спрядина, для разных целей я приду по-разному. То есть если я делаю что-то кружевное, тонкое, естественно, я приду очень тоненько. А для зимних пальто, вот, чтобы они были теплые, естественно, надо прясть толстую. А вот такой белый, роскошный клубочек? Вот это Коли, но это отобранные кусочки с воротника. Ясно. Это от мраморной Коли, но, в общем, это выбранные просто кусочки. То есть вот эта шерсть, она потом легким движением руки должна превратиться в эту уникальную волшебную нить. А вот, Леночка, вы берете, когда подготовительный вот этот этап, ведь когда вы вычесываете, там есть соринки, есть какой-то, ну, ненужные содержательные элементы, да? Ну, естественно, прежде чем приступить к прядине, нужно эту шерсть перебрать, убрать весь остевой волос, он не подходит для прядине, оставить только пух. Убрать весь мусор, потому что собаки у нас гуляют. Вручную все это делается? Конечно, это все вручную. Ну, это просто разложить можно там на бумаге, вот, аккуратненько. Можно разобрать по цвету, вот, что я делаю. Допустим, у Коли, у них большая палитра, вот, или та кавказская овчарка. Художник говорит нас, да, палитра, да, шерстяная. Там может быть с воротника белая, а где-то со спины может быть рыжая, и даже черная какая-то, какие-то кусочки. Поэтому это надо все разобрать по цвету. Ну, шерсть прячется надо грязную, ее не надо стирать, не надо мыть, да. Только в крайних случаях, если она уж слишком грязная. Уже только в готовом изделии. А запахи? Это все придется сначала в грязном виде, а дальше уже во время стирки. То есть, видимо, такие мелкие составляющие, что очень трудно отсортировать, да? Да, да, да. Это уже потом, после того, как уже спряли шерсть, после этого идет процесс вымачивания. То есть, это долгий процесс подготовки. А вот есть разница между зимним подшерстком, например, и летним? Да, конечно. Ну, естественно, когда собака на морозе, после зимы, конечно. И она чище после зимы у собак. То есть, летом они носятся там по грязеру, собирают серепейку, естественно. Ну, собака – это собака, как бы она ни гуляла. Ну, у меня сейчас интересный вариант – питомник южно-русских овчарок, очень хороший. И они гуляют в песчаном карьере. Ну, это рабочие собаки, но они очень ухоженные, они, например, в меру выступают. Но при этом они охранные собаки. И у них подшерсток желтого цвета. И когда это все уже отстирывается, это желтое от песка, получается потрясающий кремовый оттенок. Это как бы натуральный краситель. То есть, вы не красите? Нет, нет. Это все натуральные оттенки, да? Поэтому вот я отдельно отбираю вот с этих собак, вот, и получается потрясающая кремовая шерсть. Вот, натурально покрашенная. Представляете, сейчас наши зрители, у которых есть домашние питомцы, они теперь, вспоминая, сколько ушло до шерсти, они теперь потирают руки, да? Ну, вообще-то многие знают и, в общем-то, вяжут. И вот я, когда с питомниками общаюсь, многие не продают шерсть, потому что сами вяжут носочки, варежки, свитерат. Это, в общем-то, делают. Я тоже хотела спросить. Дело в том, что в продаже очень много, да? Там пояс, корсеты с собачьей шерстью, очень много таких ремесленных поделок, какие-то шапки, варежки, да? Нет, ну, люди занимаются этим, конечно, это делают. Но вот большие вещи, вот там, как пальто, кажется, не делают. Во-первых, материалы, сырья, сколько нужно на пальто, да? Да, да, это нужно, ну, очень много нужно сырья. Речка, у нас представлены на манекенах два потрясающих пальто. И вот, во-первых, давайте, какие породы собак поделились своим подширком? Белое пальто, это южно-русская овчарка, вот такой вот. Но там добавлено от коричневого нюфауленда и от черного нюфауленда немного шерсти, вот темные вкрапления. Как березовая. Да, березовая. Рассветка, да? Ну, в общем, все вещи получаются случайно, потому что не угадаешь, какого цвета будет шест в следующий раз. Вот, поэтому я исхожу из того, что вот я вижу перед глазами. Здесь в наличии, да. Поэтому вот сейчас у меня такое... А второе пальто? А второе, это, оно в другой технике связано, все вяжется на спицах. Здесь нюфауленд черный и колли. А давайте мы еще раз перечислим, с какими породами собак вот предпочтительно вы работаете. Нюфауленды. Почему нюфауленды? Коричневые бывают очень красивые. Ну, вот здесь вот... Вот это, да? Ну, и это, и это тоже. Это два овоточка. Это миланши уже просто. Это зрителям тоже покажем. Это нюфауленд, да? Да, нюфауленд. И черный нюфауленд. И черный мы видели уже. Южно-русская овчарка. Угу. Колли, естественно. Чао-чао, вы говорили, да? Да, да, и самоеды очень хорошо. Это белые лайки. Вот у них тоже хороший подшерсток. Но их мало. Их в городе очень мало, потому что это все-таки собаки, которые должны бы жить в холоде. Вы знаете, дело в том, что есть тяжелые зимние вещи. Когда наступает зима, мы всегда так уже тяжело вздыхаем, потому что тяжелые шубы до пят придется спасаться от наших морозов. И вдруг здесь в качестве зимней вещи выступает совершенно легкое, потрясающее пальто. Наши зрители не... Ну, нет у них такой возможности, чтобы примерить эти потрясающие пальтишки, да? И почувствовать, насколько они легкие. И самое главное, что несмотря на то, что они такие воздушные, подшерсток, он полый внутри. Он регулирует теплообмен. И не потеешь в нем, потому что он на 50% само волокно, видимо, да? Да, это волокно, оно внутри полое, поэтому при стирке оно быстро намокает, в него очень много влаги впитывается. Но когда выжмешь эту вещь, то она пушистая, она теплая на ощупь, хотя вроде бы очень мокрая. А вот условия стирки, давайте мы сразу, раз уж мы коснулись, значит, можно стирать? Ну, стирать можно в обычной, как обычно, шерсть. То есть никаких здесь нет сложностей. Потом эти изделия, они любят стирку. Они не сваливаются, как изделия из овечьей шерсти от стирки. То есть собаки любят купаться. Точно так же и эти вещи, и пальто любят купаться. В них не страшно попадать под дождь, под снег. То есть если там повышенная влажность, то они становятся еще пушистее на глазах, как будто растет шерсть. При этом вот у пальто, у них с изнанки, ну, там подкладка пришита, то есть там оно такое же пушистое. Это оно не начесанное, это вот шерсть, результат носки. Да, и чем больше вы носите его, и шапочку, и варежки, тем больше становится пушистее. Потрясающе. Поэтому первоначально, вот первый сезон, эти вещи выглядят не так. То есть они меняются с возрастом. Здесь как раз чем старше, тем лучше. Да, да, это как вино. Выдержка должна быть, да? Леночка, а вот ассортимент. Я смотрю, вы вяжете варежки, шапочки, потрясающие совершенно варежки. Вот я попробую надеть эту варежку на руку. Удобная, теплая, красота, замечательная. Как бы ее вот лучше показать. Очень красивые варежки. И самое главное, сразу чувствуешь себя защищенной. И, вероятно, вот ваши вещи, Лен, мне кажется, это дом, убежище, где можно просто спрятаться, как в кокон, да? И почувствовать себя защищенной. Ну, конечно, это очень тепло, уютно и легко. Самое главное, легко еще. Легко, да. То есть, и потом, ну, самое главное, что все живы. Да. Что это живой материал, что... Зеленые могут радоваться. Да, да, гринпис, там все они могут радоваться. Вот как раз давайте мы расскажем о встрече с потрясающим совершенно модельером. Да, как раз на это все. Жан-Луи Шерер, да? Да, да. Дело в том, что на одной из выставок, Леночка сейчас расскажет, ее изделия заинтересовали неизвестного мужчину, который оказался... Жан-Луи Шерер. Это король. Я вначале не знала, да. Это известный французский кутюрье. И его заинтересовало пальто, в котором я была одета. И он не мог понять, что это за материал. Он вроде бы наметанный глаз, но что это такое, он не понимал. Когда я ему объяснила, что это собачья шерсть, которая выглядит как мех, но при этом все собаки живы и здоровы, в общем, его привело в восторг. Как раз дочь его поддерживает. Да, он приехал впервые в Москву и искал дочери подарок, а дочь занимается защитой животных. И естественно, в общем, он просто упросил меня. Это не меховая шапка из собачьего меха. Это не мех, это... Ну, в общем, это очень похоже на мех, это очень хорошая альтернатива натуральному меху. Тем более сейчас, в 21 веке, мы все чаще обращаемся к экологически чистым ремеслам, производствам и сырью в том числе. Леночка, а вот мы перечислили шапки, рукавицы. Что еще вы... Ну, шарфы... Я мало делаю носков и вот таких вещей. Просто мне очень жалко шерсть. Конечно. Потому что она настолько красива, что я, конечно, хочу... Утилитарные вещи какие-то не хочется делать, да? Да, да. Потом это делают и так. Поэтому в первую очередь я, конечно, делаю пальто, какую-то верхнюю одежду красивую. То есть ставка на уникальность, на повторимость. Да, да. Потому что когда я вижу эту шерсть, то у меня не возникает мысли, какие получатся носки. А вот какое пальто или какой жакет, или какая у меня получится шапка или шарф, я сразу вижу. В музее на Соловках я с интересом разглядывала вязаные изделия. Там были вязаные на одной спице, на двух спицах. Совершенно уникальные. У них есть технологии древние, да? И я думаю, что одна спица – это просто прообраз крючка. Да, наверное. И самый главный ассортимент. Там были вязаные рубахи. Там были, вот удивитесь, наколенники и наносники. Ну, наколенники – это известно. То есть меня постоянно просят связать наколенники, потому что собачья шерсть ещё обладает лечебным свойством. То есть она очень хорошо прогревает, и как бы тут же идёт массаж. То есть какое-то кровообращение улучшается. Поэтому наносники… Мы идём гулять, мы дышим воздухом, да, и ещё и делаем массаж себе собственной шуткой. Да, да, да. То есть вот я одеваю когда эти пальто, но они у меня на подкладке, поэтому, конечно, к голову, телу они прилегают. А капюшон, вот, он у меня на голове, там, без подкладки. И я просто чувствую, что меня так немножко покалывает. Сам настоящий массаж головы. То есть я не помню, чтобы у меня болела голова вот последние лет 10. То есть лучшая среда головной боли, лучшая таблетка, да? Это, конечно же, шапочка из собачьей шерсти, правда ли? Конечно, конечно, тут же это не снимет головную боль, но здоровыми вы будете. Если будете носить собачью шерсть, у вас не будут и руки болеть, и голова не будет болеть. А это, видимо, электростатическое какое-то напряжение, да? Наверное, наверное. Что-то там такое есть. Я не изучала этот вопрос, я не врач, поэтому, когда у меня спрашивают, вот это вот вылечит такую-то болезнь, я говорю, я не знаю, но тепло вам будет. Вы знаете, здесь даже не только тепло самой шерсти, но и тепло человеческой души, человеческих рук. Потому что прежде чем стать этой волшебной нитью, шерсть проходит столько касаний, Леночка, ваших, да? Что в конечном итоге столько там труда, тепла и заботы о себе или о ком-то, что, в общем-то, это, наверное, тоже лечебным эффектом можно назвать, правда? Конечно. Ну, как любая рукотворная вещь, когда ее делают с душой, естественно, она совсем по-другому действует на людей. Вот в студии у нас замечательное совершенно устройство. Давайте мы расскажем, как называются какие-то составные части. И мне очень хочется, чтобы зрители послушали, как стучит эта прялочка, и как уникально она вообще музыкально поддерживает мастера, да? Это как музыкальный инструмент самый настоящий. Знаешь, вот я разговаривала с круженицами, которые работают на коклюшках, и девочки говорят, когда хуже некуда, когда хочется плакать, ты садишься, и вот эта монотонная работа деревянных этих коклюшечек... И постукивание. Да. Да, успокаивает. Это такая вот терапия. Ну, здесь то же самое. То есть когда, я не знаю, вот бывает, ну вот прям маешься, не знаешь, что делать, я сажусь прясть. Все, больше ничего не нужно. Это и молитва, это, как хотите называть, медитация, то есть это все вместе. Но я считаю, что это просто самое главное... Прялкотерапия, да? Прялкотерапия, нет, пряди не терапия, да, да, это так можно сказать. Давай посмотрим, как это вот в динамике все-таки, как это работает. Так, сейчас я вам попробую показать, как это все делается. Собачью шерсть надо прясть обязательно на дополнительную нитку. Она будет держать собачью шерсть, и пряжа не будет расползаться. Вот я приду вот на такую вот тонкую шерстяную ниточку. Ее надо подбирать под цвет шерсти. Чтобы она не выделялась. Да, чтобы она не выделялась под цвет шерсти. Сейчас я вам покажу, как заправить ее прялку. Так, значит, мы берем... Умикальное совершенно приспособление. Мало кто сейчас может это сделать. Так, мы берем, значит, к шпульке у нас привязана ниточка. Такая, ну, любая дополнительная. Мы кладем ее на рожки, прокладываем. Зубчики такие, да? Да, на зубчики. Ну, рожки называются. Вот. Потом мы хвостик продеваем в отверстие. Вот здесь вот. Ну, как в игольное ушко, да, получается? Ну, да, да, да. Все. Ниточка у нас вот отсюда вышла. Мы к ней привязываем хвостик вот этой вот дополнительной нитки. Обычным узлом, как вам удобно. Ну, чтобы это прочно, крепенько было, да? Да, да, чтобы она не оторвалась, когда вы начнете крутить. Так. На эту нитку, вот она такая, рыжеватая, я буду прясть собачью шерсть от Чау-Чау. Вот я сейчас возьму кусочек. Спасибо большое, Чау-Чау. Да, Чау-Чау. Поделилась, да? Да, Чау-Чау. Поделились. При этом Чау-Чау красного цвета, а подшерсток вот такой светлый. Вот у меня ниточка, вот эта вот шерсть. Все. Дальше крутим колесо в одну сторону. Всегда, когда мы придем, мы крутим колесо в одну сторону. Как вам удобно. По-часовой, против-часовой. Все. Нитка затягивается на шпульку. Вы прикладываете вот эту вот дополнительную нить к кудели и аккуратненько вытягиваете из кудели волокно. Старайтесь, чтобы ниточка была ровненькая. Не торопитесь. Вначале будет, конечно, не будет получаться так хорошо и ровно. Но можно всегда исправить. Но в руках опытного мастера сразу такая достаточно равномерная, красивая нить. Ну, я сейчас тоненько приду для пальто, я, конечно, приду потолще. Вот. Если нитка вдруг обрывается, это не страшно. То есть можно сразу продолжить, да? Мы просто опять привязываем. А хвостик, он, видимо, перекрывается шерстью. Он перекрывается волокном, да. Ничего там видно не будет. Потом все это лохматится. Вот. И опять мы крутим, прикладываем кудель. И кудель надо держать в руке легко, не сжимать, потому что иначе вы не вытянете волокно. То есть шерсть как бы должна дышать у вас в руке. Вот. Тогда все получится. Знаете, вы сказали дышать, она живая, да? Да, она живая. Она живая. Во-первых, любой трикотаж, он должен дышать. То есть я вот эту хугу белена, нитка не должна быть туго где-то вот забита, связана туго. Все должно быть очень живое. Тогда вещи будут долго носиться, они превращаться в волю. Нечка, ну кто-то вот сейчас смотрит и скажет, ну надо же, столько электрических аналогов, да? В общем-то и есть средства, которые могут ускорить процесс. А мне кажется, ускорять не нужно. Это действительно рефлексотерапия такая прялочная? Да, потому что вот особенно темными зимними вечерами, вот когда уже грустно на душе, вот так вот посидеть за прялкой, очень-очень приятно, да. Под окном пряли поздно вечерком. Ну раньше же собирались в деревнях, в домах, вот одевали свои сарафаны, красивые кокошники с песнями. Согласно, что работали красиво. Красиво, работали очень красиво с песнями. Это же было целое ритуальное занятие. Самое главное, можно и работать, и разговаривать, да? Да, да, да. И кто-то может быть подумать, что, ну, занималась этим крестьяне где-нибудь в забытых селениях, но на самом деле... На самом деле, я знаю, что ты принесешь этот уникальный, совершенный инструмент, вот не побоюсь этого слова, музыкальный инструмент. Но у меня нашлась вот такая фотография за прялочкой великолепной королевы Виктория, 1875 год, да? И дама в красивой одежде за красивой прялкой смотрится очень элегантно. Да, красиво, да. То есть такой инструмент, который, в общем-то, воодушевляет и на самые разные подвиги. Да, хочешь, страной управляй. Да. Только такие женщины и могут, наверное, красиво управлять государством. Леночка, а вот мы когда спряли нить, а здесь на клубке она немножечко потолще. Их, вероятно, сдвоить надо, да? Да. То есть вы когда... Вот из такой нитки вязать нельзя. То есть эту нить нужно обязательно скрутить в два раза. Вот сейчас я докручу немножко. То есть просто нужно сложить вдвое, да? Да, ее нужно... То есть вы спряли один клубок, второй клубок, а потом вы два клубка складываете вместе. Вот так вот. И ниточка сама скручивается? Да, она сама скручивается, но можно точно так же через спрялку намотать опять на шпульку, но только... Вот две ниточки вместе, но только крутить надо колесо уже в другую сторону. Да, да. Елена Викторовна, вы говорили, что шерсть мы не промываем, но все-таки нить, она содержит какие-то включения, запахи, и от них нужно избавиться, да? Да, потому что у нас сырье, оно грязное, мы придем в грязную нить. Вот у нас получилась вот такая вот... Волшебная нить. Волшебная нить, но она грязная, ее нужно обязательно постепить. Для того, чтобы постирать, ее нужно перемотать в пасму. Вот, для этого вот есть такая моталка. Она похожа на складной зонтик, да? Да, да, это тоже у меня старая моталка. Вот мы, значит, просто привязываем хвостик к ней, уголочку. Тоже музыкальный инструмент, мне кажется, да? Да, все крутим и перематывается. Обычно для этого нужна посторонняя помощь, чтобы кто-то там держал руки. А здесь, в общем-то, самостоятельно можно легко... Легко, быстро и красиво. Да. То есть процесс доставляет еще эстетическое удовольствие, да? Помимо того, что это технологически несложно. Довольно просто. А потом точно так же, когда мы постираем... Сейчас я расскажу, как стирать ее. Точно так же мы ее одеваем и перематываем в клубок. О, замечательно. То есть у нас уже, в общем-то, готов к стирке. Да, да, готова пасма. Вот так вот, да. То есть не в клубке, в клубке же никак не постираешь? Нет, нет, в клубке, конечно, не постираешь. А вот именно в таком моточке? Ну, вот мы связываем хвостики. Снимаем. Завязываем начало, да? Да, начало и конец. Чтобы не перепутались нити. Чтобы мы их нашли потом. И снимаем... Вы знаете, я думаю, почему же она складная? Почему она как складной зонтик, в общем-то, так видоизменяется? Ее очень нужно вот так снять. Все продумано, да? Да. Легко и свободно. Знаете, трудно поверить, что эти нити сделаны не фабричным способом, не из магазина, а вот вручную, в домашних условиях, вот такая красота. Да, из наших лучших друзей. Из наших лучших друзей, да. Совершенно верно. И вот такую пряжу мы уже должны постирать. А чем же мы будем стирать? Вот собачья шерсть имеет специфический запах. Поэтому лучше всего отпевает этот запах хозяйственное мыло. То есть обычное наше старое проверенное хозяйственное мыло. Да, натуральное хозяйственное мыло. Пользуемся только натуральным сырьем. То есть мы эту пряжу замачиваем в теплой воде, стираем только в теплой воде и получим. Замачиваем в теплой воде, желательно, ну хотя бы сутки-двое меняя воду, чтобы она немножечко как бы разбухла. То есть так долго она должна быть в замоченном виде? Да, лучше вот подольше. Если очень грязная шерсть, естественно, надо стирать ее много раз. Но первую стирку лучше всего сделать хозяйственным мылом. А потом уже перейти на какой-нибудь щадящий шампунь. А высушивать тогда в каком-то... Просто мы вешаем ее... Подвешиваем, без грузика, не надо ничего управлять. Да, ничего не нужно делать. Она и так будет ровненькая, прямая. Мы просто ее вешаем в прохладном месте, ну естественно, не на батарее. И дальше мы с ней обращаемся, как с обычной шерстью. А вот я обратила внимание, что у вас все-таки любимый такой ассортимент есть. Это шапочка и варежки, да? Но вот историки, они, конечно, поправят. Если я назову вот этот уникальный совершенно элемент костюма рукавицей, потому что исторически так сложилось, рукавицей называли то, что сшито, да? И вот я такую рукавицу из сукна, допустим, это могла быть для охоты, для, я не знаю, промысловиков, да, какие-то шиты из холста или там металлические... Что-то горячее. Горячее что-то взять, да. То есть если сшито, то рукавица, а если связано, то это варежка, да? Ну у нее еще были там на ладонке, очень много других каких-то местных названий. Но самое интересное, что варежки и рукавицы, они участвовали в разных обрядах, причем имели очень большое значение. В свадебном обряде, если сваты приходили сватать девушку, то они ритуально как бы стряхивая там пыль или снег с обуви, вот рукавицы клали пальцем кверху, да? Значит, они пришли свататься, и они одержат победу, да? То есть победа будет за нами. И если они, допустим, кто-то из них положил на край стола вот эту рукавицу, то значит, хозяева должны были уже приготовиться, знали, с какой целью пришли к ним гости. Не надо было говорить ничего. И очень много пословиц, например, у Владимира Ивановича Даля, очень много пословиц, связанных с рукавицей. И вспомним Александра Сергеевича Пушкина. Жена не рукавица, с белой ручки не стряхнешь, и за пояс не заткнешь. И самое интересное, что вот эти рукавицы, кажется, такой обычный предмет, имеет очень-очень длинную историю. Потому что ещё в Древнем Египте находят в гробницах рукавицы, но без пальца. Египтянки ели, не снимая вот эту вот, ну, можно сказать, на ладонку, да, без пальцев. И очень часто, не желая, допустим, прикасаться к каким-то предметам, щадя руки от мелких трещин, в общем-то, и сейчас используют, в общем-то, рукавицы без верхней части. Да, такой элемент простой, но в то же время очень исторически интересный. А вот, Леночка, всё-таки мы остановились на таком основном вашем занятии. А у вас есть какие-то отходы? Ну, естественно, конечно. И остевые волосы, и просто вот бывают такие путанные какие-то вот кулачки. И это всё, конечно, отходы, да, да, и очень жалко всегда. Я всё равно храню это в пакетиках, конечно, потому что такое живое волокно, его всегда очень жалко. Ну, на помощь приходят новые технологии. Я думаю, что нашим зрителям будет очень интересно узнать, что есть специальные клеи, которые выглядят вот так, да, совершенно неузнаваемый клей, да. Это текстильный клей, который позволяет утилизировать отходы. Мы берём эту плёночку, вот, допустим, у нас положите мне сюда 6, это не отходы, да. Часто-часто заполняя полностью эту поверхность. Потом мы накрываем её, мы накрываем её таким же слоем этой плёночки, таким образом. Садимся к машинке и стягаем часто-часто-часто-часто. То есть наносим просто обычные машинные строчки. Здесь, в принципе, всё достаточно понятно, да. И самое интересное будет потом. Мы вот всю эту красоту простёганную опускаем в воду, и вот эта плёнка растворяется. Она исчезает, и у нас в руках остаются наши потрясающие отходы, простёганные какой-нибудь красивой нитью. И сейчас очень много технологически уже поставленных на такую прочную основу методик, которые позволяют огромными валами с нанесённым клеевым покрытием просто под этот вал пух, перья, отчёсы, ниточки какие-то. То есть такие возможности потрясающие. Либо они просто склеивают под высоким давлением или температурой. Или ещё есть один из способов, когда этот вал идёт с зубчиками, которые вбивают этот пух в основу. Ну да, тканевая какая-то основа. Это уже, в общем-то, не тканевый вариант, а такой... И не текстиль. И не текстиль. Это что-то такое среднее получается. И поэтому, если вдруг кто-то из наших зрителей захочет поэкспериментировать, а у них не найдётся под руками такого уникального плёночного клея, то он может взять обычную паутинку. Сейчас в продаже очень много в виде узких полос паутиночки. Она стоит достаточно недорого. Сделать немножечко нужно наоборот. То есть мы сначала кладём слой нашего пуха. Да, сверху паутиночку. Сверху паутиночку. И сверху ещё немножечко припылить, припушить очёлцами. И под действием высокой температуры утюга, подушву утюга ставим. И у нас склеиваются в такой... Друг с другом. В полотно друг с другом. Останется уже немножко подстегать, чтобы придать такой товарный вид. Да, чтобы это было декоративно, красиво и интересно. Да, это очень интересный вариант такой. Поэтому если у вас вдруг в мусорной корзине оказались какие-то текстильные материалы, хорошенечко подумайте, стоит ли разбрасываться таким дорогим интересным материалом. Лен, а вот к экспериментам в текстиле как вы относитесь? Ну, я вообще сама люблю поэкспериментировать, но всё-таки я больше делаю такие утилитарные вещи, которые люди просто взяли бы и одели. Вот, на эксперименты у меня уже времени мало хватает. Но всегда что-то интересное придумать новенькое. Ну, вязальщицы, те, кто вяжет крючком, спицами, они хорошо знают, что если чего-то не хватает, можно... вот нить, она волшебная, всегда можно соединить с чем-то. Допустим, в храме Венеры в Древнем Риме был обнаружен несгораемый саван, да? И оказалось, что секрет как раз того, что он не подвергается воздействию высоких температур или влаги, в самой нити, само волокно содержало асбестовые волокна. То есть лён и асбестовое волокно пряли вместе, цельно, а потом бросали в огонь, да? Нужно пройти огонь, воду и медные трубы. И в огне лён сгорал, а оставались асбестовые волокна, которые и придавали вот такие уникальные качества этому полотну. И многие текстильщики сегодня, они с удовольствием экспериментируют с самыми разными добавками. Например, одна из уникальных модельеров, Людмила Нарсаян, она биохимик по профессии, она с удовольствием покупает в Италии специально уже адаптированное для вязания на спицах нить меди, стали, полиуретановые, да, даже трудно выговорить. Но на самом деле это эксперимент, который могут взять на вооружение и попробовать, да? Да, по крайней мере, какие-то качества новые возникают. То есть если металлическая нить, то это всё-таки будет как каркас? То есть это можно делать какие-то жуткие? Видимо, она эластичная, потому что я сама не сталкивалась с такими волокнами, но поскольку это на ура сейчас на самых, на ведущих выставках, это розовое мерцание вечернего платья, связанного именно из волокон, видимо, всё-таки в чистом виде нет. Ну, это, видимо, тончайшая, наверное, нить, как люрекс. Вот люрекс, ну, тоже как металлическая нить. Сейчас очень много таких текстильных экспериментов, и вот в 2002 году в Третьяковской галерее была голландская уникальная выставка текстильщиков. Они, кстати, там не только интерьерные вещи предлагали, но и костюмы, да? Причём это был и целлофан, полиэтилен, плюс лён, шерсть, махер, то есть какие-то натуральные ткани, плюс ещё что-то, и в руках мастера всё оживает. Ну, конечно. Вдруг струится вода или мерцает огонь, то есть какие-то уникальные качества. Тем более интересно тем, кто работает с детьми, подсунуть им что-нибудь новенькое. Они с удовольствием и овладеют технологическим приёмом, да, и получат какой-то результат интересный. Спасибо огромное за то, что вы пришли в нашу программу, потому что настолько интересно было увидеть воочию настоящую прялку, почувствовать вот нежную вот поверхность этой потрясающей собачьей шерсти. Леночка, скажите несколько слов нашим зрителям. Я думаю, что у вас есть что сказать. Ну, во-первых, я очень рада, что меня пригласили на эту передачу. Рада поделиться с вами тем, что я умею. И советую тоже попробовать, потому что это не так сложно, но это так хорошо, так приятно сделать что-то своими руками. Так что пробуйте, у вас должно всё получиться. Замечательный литературный герой Казьма Прутков когда-то сказал, «Даже летом, отправляясь в вояж, берите с собой что-нибудь тёпленькое, ибо можешь ли ты знать, что случится в атмосфере?» К его замечанию стоит прислушаться. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»